В истории нашего района есть одна важная страница. Речь идет об экспедиции под руководством Александра Кашурникова по изысканию трассы Абакан-Нижнеудинск, участники которой погибли именно в наших краях. Ученым-изыскателям пришлось принести свои жизни в жертву важному для всей страны делу. Традиция чтить память всех троих участников экспедиции Александра Кашурникова, Константина Стофата, Алексея Журавлева именно 17 октября сложилась потому, что именно в этот день, в далеком 66-м году, на могилу дорогого человека приехала впервые жена Александра Кашурникова. За могилой ухаживают школьники, представители железной дороги, а по юбилейным датам приезжают большие делегации, чтобы почтить память героев-изыскателей, представителей Красноярской и Абаканской железной дороги, станции Курагина и станции Кашурникова, музейные работники Юга Края и Хакасии, журналисты различных СМИ и, конечно, учителя и школьники. На берегу реки у памятной стелы в виде устремленных выезд рельсов, символизирующих трех изыскателей железной дороги, состоялся митинг. Когда дрались под Сталинградом, когда все силы на войну, в тылу глубоким шаг за шагом славит экспедиция в тайгу. И не было другого долга. Им партия дала наказ через Сибирь открыть дорогу. И мир не знал подобных трасс. Три имени в пути в одно сольются. Им посвятят немало слов. Три инженера. Первопроходца. Кашурников, Стафата, Журавлев. Здесь, на памятном месте, вспоминали историю о катастрофе. Все знают ее из дневника Александра Кашурникова, который был найден через год после гибели в 43-м году местным рыбаком рядом с останками героя. 3 ноября, вторник. Погибли Костя и Алеша. Плот задернула под лед, и Костя сразу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по льду с водой. К берегу добраться помог ему я, но вытащить не мог. Так он и закоченел на половину в воде. Передвигаюсь ползком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. Вероятно, сегодня замерзну. По дневнику этому, настоящему свидетелю мужества и героизма, все узнали о судьбе Кашурникова и его товарищей, до последних минут жизни, оставшихся верными служебному долгу. Мы, посещая это место, иногда ловим себя на мысли, что мы попадаем в храм, где мысли всякие бывают, но отсюда уходишь с чистой душой. Я желаю всем, вольно-невольно посещающие это место, или тело случая, или просто там кто-то подтолкнул, но уходить отсюда с чистой душой. И в памяти, для чего мы живем, для чего мы посещаем это место, наверное, только с тем, чтобы эти люди жили, а они живы до тех пор, пока мы их помним. Вот в память о них мы должны делать все, самое лучшее, самое благородное, но очищая собственную душу. Все годы после тех событий множество людей берегут память о героях и считают необходимым сохранить историю для потомков. Одна из них – Дина Иванова, бывшая железнодорожница, знавшая потомков-изыскателей и до того проникшаяся всей этой историей, что считает Александра Кашурникова родным человеком. Я могу с ним разговаривать, приду, чуть не зашла, стали чистить. Говорю, Александр Михайлович, прости, что я тебя разбудила сегодня, но к тебе приедет много гостей. Знаете, не каждый может так погибнуть, как он, если Костя уже, ой, Стофата, уже как бы его не было, а Журавлеву что-то мог, и мог этот Александр Михайлович его вытащить, а уже силы не было. А вы знаете, я вот так не смогу, и многие не смогут, а он это смог. Погибнуть в тайге никого нет. Вот для меня эта история вот здесь. И он как бы вот стал как родным. По православной традиции священник Кашурниковского храма отец Евгений совершил молебен. Своей речью он подчеркнул, что такие люди, готовые беззаветно служить Родине, вносят огромный вклад в историю страны, в жизнь будущих поколений. Вечная память Александру, Константину, Алексею. И нам подай, Господи, здравия тела и души спасения. Аминь. При имени, как будто три салюта, сольются у истоков городов. Три имени в пути в одно сольются. В 2012 году родилась новая традиция. После исполнения песни, посвященной героям, воды реки Козыр, по которой прошла экспедиция, и во льдах которой погибли изыскатели, опустили алые гвоздики в память героев. Три имени в пути в одно сольются. Кошурников, стафата, журавлёв. Три имени в пути в одно сольются. Кошурников, стафата, журавлёв. А вот традиция оставлять в капсуле у могилы Кошурникова записки появилась очень давно, с появлением памятника на могиле. Сколько же разных мыслей приходило людям на этом месте. Я написал в письме то, что ничего не сделано зря, потому что если бы не была проделана вся эта работа, нашего посёлка просто бы не существовало, он держится именно благодаря железной дороге, и без Кошурникова нас бы не существовало. Более впечатлительная школьница Даша представила себе весь трагизм этой истории и считает, что никто и никогда не должен забывать о таких людях. Это наша память, это мы прежде всего то, что несем и передаем с поколения в поколение. Когда все рассказывали свои впечатления, как всё это строилось, прям очень за душу трогало. И особенно записка, вот то, что последние слова Кошурникова, это очень такой мужественный подвиг, что он пытался вот вытащить своих товарищей, но не смог. И сам без вот спичек, без огня, без одежды весь промок так долго прошёл и придержался. Это очень мужественно и героически. Дорога к этому памятному месту, расположенному у далёкой, когда-то построенной староверами деревни Нижняя Тридцатка, из Абакана, Минусинска, Курагина – настоящее испытание. Люди, которые, несмотря на трудности и возраст, приезжают сюда тоже достойны уважения. В общении у них возникают новые идеи, как сохранить историю, как сделать доступной и интересной информацию. Обсуждаются планы по реконструкции мемориала, об организации экскурсий. Вот и в этот раз у Костра за чаем обсуждалась идея строительства часовни. Пока есть такие неравнодушные люди, никто и ничто не будет забыто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова